Ну вот начнем с нашей аллеи, которая находится между нашей школой и детским садиком. Это самое наше видное место, как бы центр. Жительница села Русаковка Белогорского района Сусана Алядинова показывает разбитую дорогу. Аллея находится между школой и детским садом. 1 сентября начнутся занятия в школе, и дети вновь будут вынуждены ходить по ямам. Мне удобно ездить на транспорте и на велосипеде, ну на любом, да, на легковом. В общем, просим вас от имени всех жителей села Русаковка, чтобы уже предприняли меры, закончили ремонт. Мамы с колясками словно преодолевают полосу препятствий. По словам местных жителей, к ремонту дорог приступили еще в апреле, но затем работы остановились. Сломаются колеса, ну как бы очевидно, видно, что дороги сломали и не делают как бы. Жители села не раз обращались к местным властям, но в ответ одни обещания. Это получается, наверное, замкнутый круг. То есть, чтобы сделать дорогу, нужны деньги, но чтобы получить деньги, нужно сделать дорогу. Перед тем, как покинуть объект, строители убрали весь верхний слой асфальта. Передвигаться по такой улице некомфортно не только на автомобиле, но и на велосипеде. Ездить по ней просто опасно для жизни. Контракт с подрядчиком на ремонт этой дороги в декабре 2019 года подписало Министерство транспорта Крыма. В ходе работы у строителей возникли проблемы с проектно-сметной документацией. Госконтракт с компанией был расторгнут. Сейчас мы уже на стадии проведения торговки и заключения договора с новой фирмы. Я думаю, в течение августа месяца знак контракта будет заключен и приступит к работе фирмы, которая сделает полностью данный вид работы. После подписания нового контракта ремонт улицы планируют продолжить и закончить к концу сентября. Сабина Дениева, Асан Ибрагимов, телеканал Милет.